Всем привет еще раз. Дошла очередь моего доклада. Мой доклад, он такой, по факту, ответ на ежедневные вопросы. Он предназначен основным тем разработчикам, тем тем лидам, тем людям, которые строят разработку, разрабатывают, но при этом сами не имеют security команды или работают security как-то по-другому, например, там только в администрировании серверов, чего-нибудь такого. А вот именно с точки зрения разработки security команды нет. Вкратце обо мне, я руковожу командой продуктовой безопасности в Mail.ru Group. У нас есть несколько команд безопасности, как вы могли заметить. В Одноклассниках безопасники у нас есть, в Почте безопасники. В общем, да, и как раз за продуктовую безопасность в нашей компании отвечаю. Сам мне просто нравится как веб-безопасность. Я очень долго работал в сфере, когда надо было все разломать, и пришел тогда, когда это нужно защищать. Это оказалось, новый опыт, в общем, сложнее для меня и очень интересно. Периодически выступаю на различных конференциях, ищу баги на всяких ресурсах, оставил ссылочку. И так же, как и ребята из Киви, Justin Bieber, Fun Club, Fun Love. Тема сегодняшнего доклада – это мой план. Это чуть-чуть съехало, да? Вроде дальше будет нормально. Но он особо не важный, да? То есть это будут различные фичи, про что вообще, какие фичи. Я набрал, собрал, короче, такие самые, может быть, частые вопросы, и там, где точно, в общем, ошибетесь, точно будет какая-то проблема, точно будет что-то сделано неправильно, или будет непонятно, как делать правильно. И одна из таких задач – это скачать файл по ссылке. И часто с таким программиссом сталкиваются, что есть какой-то юзер-инпут, и юзер подает ссылку. Это может быть, например, аватарка, это может быть картинка, это может быть какое-то файло-хранилище. Просто нужно вытянуть любой файл по ссылке. Или, например, есть желание, там, не знаю, какие-то блоги, хранить все картинки у себя, вот как на хабре, да? То есть они вытягивают картинки к себе, и это только у них там тоже не совсем правильно сделано. Ну, в общем, выглядит это так, что пришел таск, сделать файл по ссылке, разработчик воткнул файл getcontents, атакующий подставляет вместо urla файл вейточе, прислышается паст. В общем случае в этом плане атакующий сможет читать любые файлы локалий на сервере, и это только начало. В реальности это может докрутить там и до RCA и так далее. Но, короче, начинается все с этого. Ух, прям вниз уходит, но я, да, в целом расскажу, про что вообще хотел. Что нужно проверять, да, то есть когда вам нужно скачать что-то по ссылке, вам нужно отправить, это такой класс целуязвимости, SSRF, то, что сервер сайтера, когда вы подделываете запрос, который выполняется с сервера. Нужно проверить, что у нас схема HTTP, HTTPS. То, что у нас, куда идет запрос, чтобы нельзя было сходить в локальную сеть, типа написать HTTP 10.01, какую-нибудь картинку запросить, и в локалку нельзя было сходить, или на 127.01. Ограничить перенаправление, например, там хакер такой отдаст правильную ссылку на example.com, потом среди-ректит уже на внутренний ресурс, и снова получится проблема. Ограничить destination порт. Есть проблемы с ситуацией с race condition, когда вы такие проверяете, так и, оп, резолбнули, да, да, внешний API-шник, можно идти. И отдаете функции, иди за этим файликом. И в этот момент может пройти второй резолб, если у домена очень маленький TTL, и, соответственно, в этот момент, когда мы пошли за файлом, хакер отдаст другую запись на домен, и мы сходим с 127.01. Это зависит от нескольких факторов, но атака имела место быть. Здесь в данном случае это работает так, что мы сначала резолвим домен, точно определяем, что это за API-шник, и потом принудительно передаем этот API-шник в либо, тоже, например, в куру, или в Python requests, или куда-то еще, там можно прям, короче, явным параметром передать API-шник. Также проблема может быть с самих библиотек, таких как куру и проблемы и уязвимости в самих либах. Это проблема с IPv6, их валидацией. Если у вас нет IPv6, ну, пока как бы радуетесь, да, то есть. Ну и вообще, короче, очень это так сложно все сделать грамотно, поэтому в том числе нашим решением стало то, что есть специальные сервачки для выкачивания файлов, у них два линка. Первый линк к нему биндится, соответственно, весь код, который что-то выкачивает, это внешний мир, изолированная сеть, и второй линк, он для администрирования. Соответственно, тем и самым гарантируем, что мы просто чисто на системном уровне мы это ограничиваем и, в общем, никогда не сможем входить в локалку. Вот так, да. Там я в конце скинул ссылочку на GitHub, можете там почитать, включать презентацию. Был один такой, есть такой хакер, он писал либо, пытался, когда хакер пишет либо, это плохо, ну, или хорошо, если они умеют писать код. Но чаще всего не умеют писать код, как раз в тот случай, он круто написал валидацию, но так себе либо, наверное. Но можно посмотреть хотя бы, что он проверяет, как это делает. Следующий пункт, это про секретные ключи. Часто секретные, не секретные ключи, вам что-то приходится с чем-то работать. Это может быть ключи для подписи сессии, это ссоль для всяких криптофункций, для CRF токенов. Это бывает, зашивают всякие логины, пароли, например, не знаю, для автоэкспорта, что-нибудь в Jira, ну, всякие такие вещи. Кранициализации для криптофункций, в общем, ничего этого в коде быть не должно. Никогда. Запомните. Вот. И если это увидите, как бы сразу выпиливаете. Все это должно вытаскиваться в конфиг. И, как бы, есть тестовый environment, есть environment, который на тачке разработчика, есть production, как бы все эти ключи, они, все эти токены, все эти данные должны быть разными на всех инсталляциях и на production, они никак не должны пересекаться с девелоперскими. Поэтому выносите в конфиге, деплоите через Puppet, через Hero, YAML, вы можете это деплоить в Secure, но это вопрос уже больше про администрирование и как это уже делать безопасный деплой ключей. Временные токены. Я уверен, что каждый разработчик, который что-то писал в какую-нибудь приложеньку, сталкивался с этим, что есть такие действия, как восстановить пароль, оставить отзывы о заказе, в общем, много-много-много всего. И нужно что-то выслать в чуваку на почту, типа, спасибо за ваш заказ, оцените его по пятибалльной шкале. Логично, что, скорее всего, это будет с мобильного приложения, он откроет в мобильном приложении, и у него не будет сессии, но это действие он сделать должен. Чаще всего у разработчика такая мысль, прокинем сессию, заведем новую сессию юзеру полноценную по этой ссылке, то есть как будто бы он вообще залогинился. Этого делать вообще ни в коем случае нельзя. Сейчас поговорим о проблемах. В общем, они заводят сессию, а потом возникают проблемы, что этот токен у нас в get-параметрах, он автоматически попадает в access-логи. Проблема access-лога в том, что иногда к ним имеют доступ и разработчики для дебага, например, они могут оставаться по пути на всяких прокси-серверах, которые идут, собственно, до бэкэнда. Ну и вообще как бы проблема вращения с access-логами, она существует в современном мире. Это что он мог переслать письмо кому-нибудь с этой ссылкой, по факту чувак заплывнет его аккаунт. И реальная проблема с историей браузера, что, ну как, в общем-то проблема, что, например, если это какой-то публичный компьютер или вообще работа в каком-то месте, что, заходя в историю браузера, эти токены будут жить и будут давать много доступа. Такая основная идея, короче, когда делаете временные токены, они не должны никогда заводить полную сессию. То есть она вот… Вы перешли по ссылке, этот токен, он должен иметь в идеале права только, чтобы вызвать, например, эту функцию с такими-то параметрами. Например, только оставить отзыв только для такого-то заказа, и вот он произвольный текст, и мы просто знаем от какого-то юзера, то есть этим манипулировать мы не можем. Это в идеале. И нужно к этому стремиться, что вот этот токен только на одно действие, больше ни на что. Тогда даже, в принципе, ну, остался этот токен, не знаю, стащил его кто-то. Кроме этого действия он больше ничего не сделает. По поводу времени жизни тоже частый вопрос. Тут все очень персонально. Например, если вы, не знаю, это у вас отзыв об отеле, не знаю, или об хостел, или каком-нибудь, чаще всего, значит, это путешествие, значит, нужно время закладывать, когда человек вернется, и бизнес может потребовать довольно большие сроки, и это нормально, да, то есть здесь аналогичный кейс, как бы безопасность, здесь не нужно заменять юзабилити, и вообще гробить его здесь. Если это какое-то маленькое действие, например, двухфакторка через e-mail, например, как, не знаю, DigitalOcean сделали, да, они сейчас двухфакторка, вообще на e-mail скидывают ссылку, то такая, конечно, такие токены должны жить очень мало, потому что логично, чувак логинится, он сразу по нему перейдет, и они должны жить там больше парочки минут. Следующая вещь — это third party сайты на основном домене. Есть такая ситуация, приходит бизнес и говорит, вот у нас есть промо-странички, у нас есть сайты с вакансиями, у нас есть какой-то купленный софт, непонятно кем написанный, и мы хотим, чтобы он открывался на нашем сайте slash project name. Естественно, нельзя просто так взять и задеплойт, потому что это плохо, потому что непонятный код, он, например, может быть вообще, там, не знаю, фрилансеров, неважно, то есть, и там, не убьют фрилансеров, но, например, есть непроверенные фрилансеры, да, сам раньше фрилансер, как бы, да. В общем, когда нет ревью кода абсолютно, и ты не знаешь, от кого он приходит, его, конечно, просто так задеплойт нельзя к себе в основном проект. Для этого, как бы, люди что делают? Или ходят прямо там же, это самый плохой вариант, или ставят proxy pass по этому локейшену и просто идут на тот сервак. Это немножечко уже лучше, потому что если ломают тот сервак, ломают тот только сервак, на который мы все спроксировали. Как же это сделать безопасно? Для этого нужно заимплементить свою шапку, какую-то общепроектную, чаще всего она в проектах уже есть, и внутри под этой шапкой, то есть под основной менюшкой, где у человека будет все видно, один его аккаунт, весь его логин, просто подставляем фрейм совершенно другого домена и с сэндбоксом, и запрещаем менять ему all-top navigation. То есть даже если там будут xss уязвимости, даже если там заломают сервак, даже вообще хоть что там будет, нам это не важно, потому что, ну, как бы, есть важных данных, то есть имеется в виду, не важно в плане того, что не влияет на безопасность основной страницы, основного проекта. Изолированный origin, он оттуда выбраться не может, пусть там хоть что делает, просто такой, короче, для нас сэндбокс хороший. Бизнес доволен, slash project name для нас безопасно. Бывают моменты, что этому проекту, который у нас в сэндбоксе, нужно прокинуть данные. Например, мы хотим расшарить, что за юзер у нас сейчас, да, он юзер ID и так далее. Это нормальное релание. Это очень легко сделать через постмесседж, и вы можете просто в шапке своей, как бы, отсылать доверенному тому origin, откуда открывается проект, подпроект. Через постмесседж отдали данные, и, в принципе, можете какую-то легкую JS-обвязку, не знаю, на 20 строчек, как бы, сделать, и будет клево. Если разработчики на той стороне ок, то они это очень легко поддерживают и быстро. Тоже следующий вопрос про серпати-мониторинги. Такое тоже частенько бывает. Общая идея, что если у вас есть какие-то важные данные, это смена пароля, привязка карты, восстановление аккаунтов и так далее, что там не должно быть других каких-то внешних мониторингов от доминов, которые вам не принадлежат. Почему? Потому что они получают все логи, все странички, все данные, и, в общем, не должна безопасность их зависеть от вас. Если вы, конечно, доверяете безопасности больше, там, такого же мониторинга или какого-то скрипта внешнего, то окей, проблем нет. Такая краткая мысль, в общем, внешние мониторинги, внешние данные на важных страницах, смотрим, кто это им, и можем ли мы вообще им доверять. Следующий вопрос, он еще один, можно сказать, мой любимый презентаций, я вообще могу про это долго говорить. это пуш-оветомление против смс, это вообще прям холиварная тема клевая. В общем, все хотят отказать, бизнес хочет отказаться от смс со стороны того, что экономить деньги, когда есть у всех телефоны, но, с другой стороны, это должны поддержать и безопасность. И здесь такой очень, в общем, пограничный момент. В этом слайде я расписал вообще все такие более-менее реальные вектора, которые сейчас есть, атаки и на пуши, и на смс. То есть, перехватом смс у нас довольно несколько векторов есть. Это и таргетированный перехват. То есть, ну, в России, может быть, это чуть дороже сделать, но в реальной сумме вы должны понимать, что это в России, там, перехват смс-то порядка тысячи долларов при физическом нахождении и при нужных ресурсах. Это как бы не очень высокая цифра, и когда ему это нужно, это делают. Вот и случаи были в Москве, в том числе, которые были приданы глазки в СМИ, когда перехватывали смс-ки от банков и переводили деньги, такой, в фургончик ездил. Это, в общем-то, не так дорого. В том числе, на смс, это через iVR спуфинг. В России он менее актуален, но он был актуален в других странах. Это когда, например, в банке или где-нибудь вообще какие-нибудь важные данные по смс доставляете, код активации, и пишите, блин, на смс-ки не дошла, короче, перезвони мне, эти перезванивают, диктуют код. Была такая атака, которая разово работала, не знаю, где это сейчас еще работает, что в этот момент, когда робот звонит человеку и сообщает код, хакер ему тоже звонит, здесь непосредственные контакты занимает линию. Пока линия занята, робот не может дозвониться, и он автоматически сохраняет сообщение в голосовую почту. Вот, соответственно, уже в голосовой почте этот паролик лежит. Потом при помощи VR-спуфинга, то есть сейчас, не знаю, вы можете просто скачать приложение в App Store, которое вам заспуфит ваш номер на любой вообще другой, любого другого человека, и оно лежит в App Store совершенно легально, и стоит, не знаю, 5 долларов, что ли. Вот, и с помощью VR-спуфинга потом, собственно, ребята звонили на номер голосовой почты под тем человеком и читали этот код. Вот, там есть обычный пароль, он, не знаю, 400 и так далее. Это была атака, это были атаки, тоже связанные с смс-ками, это нестандартный вектор, но очень крутой, в ряде стран он, возможно, еще работает. Следующий, конечно, шаг, это Malware, Android, как бы Malware, тут, не знаю, даже ничего рассказывать, нет проблемы с Android, с Malware, там, все знают, короче, да, что Android фон, банки, там, своровали деньги. Это перевыпуск сим-карт, но надо признать, что сейчас с этим активно борются операторы, они при перевыпуске сим-карты запрещают прием смс-ок на 1 на 2, только с точки зрения безопасности, и это действительно очень такой костыль, очень жесткий, топором как бы рубанули, но потому что слишком много проблем, слишком много подделываний сим-карт, что как бы, собственно, сделали злоумышленники, шли в салон, давали взятку, перевыпускали сим-карты, получали смс-ки. Ну и работа спецслужб, я не говорю про это там в рамках закона, то есть, могут быть другие спецслужбы, не знаю, других стран, как бы, здесь это, мы не будем этого касаться. в общем, я надеюсь, навел страху, да, про смс-ки, почему с ними плохо, с пушами, как бы, да, в пушах есть одна такая прям очень ключевая вещь, что пуши всегда идут через серверы Apple, Google, собственно, Microsoft, у Амазона есть свой пуш-нотификейшный пиль для Kindle, и, в общем, каждый пилит все свое. То есть, каждый девайс связан с Амазоном, с Google, с Apple, и мы через них всегда шлем пуши, и вся наша безопасность строится на том, что мы доверяем Apple или нет, и второе, насколько легко найти уязвимость в Apple, чтобы истощить чужие пуши. Как минимум, второе, мне кажется, довольно сложно. Следующая проблема с пушами, что это неверный механизм подписи, но это проблема чистых уязвимостей, что как вообще устройство подписывается на пуши, нельзя ли, не можем ли мы подписаться на пуши, пуши чужого человека. Верно это делать так, когда чувак логенец вводит логин-пароль, в этот момент мы подписываем его на пуши, и, соответственно, на серверсайде это смотрим. Ну и, возможно, перехват через привилегированные приложения, это целый такой вектор, на самом деле, очень интересный. И в iOS, и в Android есть API, которая позволяет расшарить вообще все пуши системные. Это нужно для работы с машиной, это нужно для работы с умными часами, и в реальности можно делать Malware в том числе под iOS, которая будет перехватывать пуши и скрыть их пересылать. Но это очень такое, конечно, намного сложнее вариант, чем запросить доступ в SMS-ках, как в Android. Ну и вот такое сравнение, да, я старался быть в нем очень объективным и учесть, наверное, все такие проблемы. Так что же делать? Есть на самом деле проблемы и с пушистиками, и с SMS-ками все-таки. Тот алгоритм, который мы сейчас используем у себя, и мы практически, ну, скажем так, мы сейчас так работаем, но мы будем еще его улучшать. Первое, что первое подтверждение, нам все равно нужно отправить SMS-ку, и мы как будто бы считаем, что сейчас человек в безопасности, то есть, он получает первую SMS-ку, он типа трастет такой. И в этот момент нам нужно отправить SMS-ку, чтобы быть точно уверенным, что это тот человек, потому что нужно получить push-ID от устройства, и это по-любому придется сделать для первой подписки. Потом можно уже слать пуши, потому что мы точно знали, один раз подверифицировав его SMS-кой. Есть проблема с перестановкой синки, есть проблема с планшетами, и когда ты на планшете ввел SMS-ку с телефона, но это за рамками данного слайда. В пушах не нужно передавать секретные данные в плане визуально, чтобы нельзя было рассмотреть на телефон, все передаем на три пейлода. Ну и тестировать нужно безопасность бэкэнда и все связанные с пушами, методами, которые есть, соответственно, просто классический пентест, ревью, и там надо, в общем-то, посмотреть, как я рассказывал, чтобы нельзя было подписаться, например, на чужие пуши. Следующий пункт, он вообще такой, как я говорил, у меня такой набор пунктов, это внедрение в Fmpeg Image Magic. Вот такая простая мысль, которую просто запомните и ее придерживайте. То есть внедрили в Fmpeg Image Magic, просто любой человек, который к вам посылает картинку или видос, может выполнять команду на сервере, и именно с такой мыслью нужно жить. Это довольно страшно, плохо, но это факт. Вот, например, на последнем PHD days был доклад от Эмилия Павла, они как раз показывали, как они там сами файзили, находили уязвимости и в такие, как все заспойтили, там, полмира, и как оказалось, что кто-то сэндбоксит, например, ну, соответственно, сэндбоксит Fmpeg Image Magic, кто-то его не сэндбоксит, и какая разница. То есть, что, соответственно, с Fmpeg'ом нужно делать? Это просто у вас такой должен быть какой-то отдельный сервачок в изолированной сети, засэндбоксить, вы можете это при помощи там и докера, и просто сами там пойти с кейлинукс, там, не знаю, pparmor, другие вещи, насколько у вас хватит линуксовых скиллов. Вы делаете опишечку над этим всем, которое наскорблено в эти видео, и при сборке самого Fmpeg'а Image Magic вообще отключать все эти ненужные вещи. Например, в Fmpeg'е это, скорее всего, вам не нужно на CLS. То есть, вы можете просто ретроспективно пройтись по файлам, которые к вам заливали, из них выбрать популярные и оставить только их. С Image Magic вообще отказывайтесь, просто переходите нативный, либо он вообще обычно вам не нужен. Но, то есть, очень редко нужен Image Magic, в нем есть, конечно, функции, которые там, для наложения фильтров, но обычно, чаще всего, нужно просто заресайдить изображение, и не больше, и не меньше. Для этого Image Magic он избыточен. Управление юзер-контентом. Это такая мысль, когда к вам люди заливают файлики, как их правильно отдавать, сервить в интернете. Нужно их всегда давать с другого домена, второго уровня, то есть, это просто у вас был example.com, стал example.content.com. Если вы пройдетесь по всем порталам, в том числе, посмотрите Mail.ru, Яндекс, Гугл, неважно, какого, Facebook, у всех будет другой домен, а тач, и именно по той причине, что без разницы, что там хостится, с точки зрения XSS-очек тех же, что там нет никаких sensitive данных. Отключаем разные интерпретаторы на бэкэнде, то есть, чаще всего это просто какой-то Nginx, например, у него там есть луо-обвязка, когда у нас тач мы сгенерили токен временный, редиректно ли человека, юзера на сервачки, на контентные, при помощи той же луо проверили, валиден токен этот или нет, и отдали его или нет. Криптография. И я буду очень краток никогда не делать свою криптографию. Есть такое правило, и ему очень почему-то не всегда хочется следовать, потому что, блин, ну тут же просто как бы сейчас типа фигакин. Тут куда соль? Ну слева, справа, там слева будет, короче, ладно. Мне кажется вообще, в общем это плохо, вообще никогда не смотрите, не думайте про свою криптографию, даже если вы думаете, что она правильная. Но возникает вопрос, все равно, если вы что-то прогаете, вам нужно что-то сделать с криптографией, то есть возникают такие задачи. И я в общем долго думал, я сначала начал выписывать кейсы, как нужно делать в этом кейсе, например, там если вам нужно сделать подпись, то используйте HMAC и там SHA-256 и выше. И я такой думал, 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 выбирал разные кейсы, накидывал, и в этом слайде я сделал очень простую логику, если вы сталкиваетесь с задачами по криптографии, то вы можете взять просто лучшие практики с проекта, который такой доверенный, там это уже реализовано, например, там, не знаю, Django, посмотрели, как у них это сделано и сделали так же. Ну, очень, конечно, важно, не на копипастить, не важно, но, короче, да, посмотрите сам подход, и, наверное, я лучше здесь советов вам не дам. Что-то заболевалось, да, и про rate limit, это про то, что я еще хотел рассказать. Когда вообще пишете какие-то методы, закладывайте такую возможность в архитектуру, если вы, например, пишете с нуля какой-то фреймворк или систему, было бы клево, если бы вы сразу так учли бы это, что вот это мы сможем легко за rate limitить, например, там, не знаю, пять раз в минуту для юзера, то есть такой общий какой-то класс пишете, чтобы это мы могли учесть. Или бы вы могли просто легко по одному щелочку внедрить мониторинг, посмотреть, сколько раз вызывается этот метод сейчас, и это очень важные метрики, например, такие метрики, в том числе мы используем, я не знаю, на восстановлении пароля, сколько раз юзер вообще логенится сейчас в текущий момент, и любые аномалии, которые есть, они легко уходят в дашборды, и по ним настраиваются алерты, то есть, ну, которые можно подкручивать. Соответственно, в общем, это как бы, такой метод, вообще вот такой подход в разработке, если будете его использовать, потом вам очень позволит, во-первых, легко все замониторить, и смотреть, когда, например, от вас начинают атаковать, не знаю, там, узеров от кого-то, не знаю, с какого-то чужого форума слили там пароли, там, пошли к ним, логиниться на ваш сервис, стандартная ситуация, то есть, что-то взломали, пришли к вам, подросли логины, как бы, вы это легко отмониторили, начали смотреть, что за юзера, там, от каких айпишников, откуда чекывают, не знаю, всех пробанили временно, зафорсили им смену пароля, и это, в общем, да, легко это все навесить, там, в том числе, на смены пароля, там, на переводы каких-то денег, возможно, вообще на все критичные функции, которые вы видите в своем проекте. У меня все, спасибо. Спасибо. Спасибо за доклад, очень интересно. Последняя тема про рейт-лимиты. Указали про то, что сливают с какого-то ресурса пары логин-пароль и используют на других сервисах. Интересно, как в Mail.ru как раз таки сформирована защита от брутофоса и что-то в этом роде. Ну, про защиту коборотфорса я там не буду все рассказывать, потому что, во-первых, там есть много наших алгоритмов, которые мы сами разрабатываем специально, но я бы мог бы, в принципе, рассказать про первую часть вопроса нормально. Первое, что есть команды, у нас есть команда безопасности, но мы скорее занимаемся именно взимностями и технической системой. Есть у нас антифишинг, антиспам и люди, которые занимаются конкретно мониторингом таких проблем, мониторингом таких баз в интернете, то есть где они есть, в том числе можно бесплатно подключиться к проекту, есть такой проект как WIGPASS, и у них есть PSD-DMP ресурс, и они обходят тоже весь интернет, кравляют, и там можно подписаться для своего ресурса на алерты, что если где-то слили базу, то сразу приходит письмо, что где-то на PSB есть какой-то просто смачился юзер с твоим доменом, соответственно, можно сразу посмотреть, откуда утечка и пытаться восстановить эту проблему. примерно так, то есть по поводу brute force, ну тут на самом деле целая история большая, как это все работает, и это сделать хорошо довольно сложно, потому что форсить юзера, например, там, не премьер, никогда нельзя делать brute force, что делал пять раз логин-пароль и все, там у чувака, не знаю, только дивизиональный пароль, хакер берет, там, сотни юзеров, по ним проходятся и всем лочат учетки, не знаю, там, есть такой продукт, как SAP, например, там так сделано, да, что там, в общем, не нужно делать такие, насчет brute force, я бы сказал, могу дать просто несколько таких рекомендаций, никогда не лочить юзеру учетку, то есть нужно конкретно работать с этим проблемой, второе, учитывать проблему медленного brute, это когда на одну учетку пользуется только один пароль, то есть выбрали миллион учеток и по ним пошли с паролем 24, 5, 6, и это тоже касается вопроса brute force, такое тоже нужно уметь мониторить и отлавливать, как раз помогает в том числе мониторинге, начали много раз много логиниться, нужно смотреть, почему стали много логиниться. Ну и что еще, да, то есть, ну, наверное, вот таких вот идейные подходы должны быть именно такие. Спасибо за доклад. У меня тоже два вопроса. Первый. Как вы относитесь к фичам таким? Ну, на сервисах бывает, что пользователю дается сменить email его на какой-то джижой, насколько это плохо с точки зрения безопасности? Да, вообще, это частый кейс, когда дается сменить email, это нормально при механизме, что выдавляется старый email и подтверждается там. Если, короче, такая перелинковка полная, то проблем с этим механизмом нет. Главное – это логировать, чтобы, то есть, какие сразу до мысли, как бы это нужно отлогировать. Если нет доступа к старому email и хочется сделать смену, такое тоже бывает. в таких случаях рисуют плашки юзеру, что у вас там через 30 дней сменится email, то есть дается, закладывается какой-то буфер, сверху рисуем плашки и периодически шлем письма на старый email и на все каналы, которые у нас есть. Например, отправляем пуши, отправляем смс, кисто номер телефона. В общем, по всем доступным каналам, которые есть, стучим, 30 дней не отвечает, наверное, действительно этот юзер, и он действительно потерял доступ к email. Спасибо. А второй вопрос. Как вы относитесь к сессиям, базирующихся на куках? То есть если… Например, подписывание кук. Ну, которые… State less. Да, да, да. Если, например, у нас есть какой-нибудь сотрудник, который имеет доступ в админку, и мы, например, в той же джанке его деактивируем, то у него пока эта кука не экспарится, он имеет как бы… он все равно еще становится авторизован. Да, на самом деле State less, он такой крутой, конечно, подход в плане, что ничего не надо хранить, там все такое инициализировалось, отдали, даже не проверяем, сразу поднимаем подпись, сошлась, инициализировали юзер с этими параметрами, да. Ну, вообще, мне когда-то, когда-то, я могу признаться, мне этот подход очень нравился, то есть очень долго я на него смотрел, в том числе, когда у тебя много бэкэндов, ненужное центрального сессионного хранилища, и я считал, что так, блин, клево нужно делать, да. Потом столкнулся с проблемой, как раз, которую тоже в том числе подняли, что куклу не убить просто так, потому что она уже подписана, проблема утечки ключей, что если ключ скомпрометирован, то это капец, это нужно всех разлагинить. В общем, минусов в итоге я нашел больше, и сейчас я, скорее, если мне вопрос на вас зададут, я скажу, что стейтлесс, наверное, мы использовать, конечно, не будем. Спасибо за доклад, у меня вопрос про кей-менеджмент. Есть ли какая-то практика вынеса ключей из конфигов, из веб-сервера по-тусторонние вещи, сказывается это на производительности, чтобы если ключик утек, то не дать такой возможности? Ну, вообще, наверное, вопрос даже, может быть, не к нашей команде, у нас, как раз, вторая команда, которая этим занимается, там подоцетили поподробнее, то есть, у меня нет особого опыта в этом, то есть, я такой сам не деплойил, не настраивал, сразу скажу. Но общая, как бы, идея в том, чтобы, во-первых, или делают, ну, например, хир и емэль, потому что ты деплоишь, как бы, ну, деплоит, короче, одна команда админов, там, с ключами работает, это вторая команда админов, то есть, с точки зрения безопасности, да, чтобы, как бы, нужно двух, короче, админов подговорить, чтобы были проблемы с сервером и вообще с приватностью ключей. Вторая ситуация, что именно про кей-менеджмент, блин, я знаю, что есть несколько систем, я недавно общался, как раз на эту тему, вообще его просто как-то делать, но сейчас я, не знаю, полно такого большого ответа не скажу, короче, по этой теме. Ну, интересно просто, если какие-то best practices, как вынести? Ну, вообще есть специальные решения, которые для кей-менеджмента, а не внешние решения, да, есть в смысле, есть набор внешних решений, то, что знаю я, есть набор внешних решений, и сейчас просто в процессе сравнения, что эти решения умеют и как с ними жить, то есть это касается не только там ключей там, не знаю, для конфигов, это касается вообще в целом всего там, не знаю, всей инфраструктуры, где все-все вещи, которые нужно безопасно хранить. И в том числе там легко отзывать, призывать, то есть там выдавать новые, логировать, и такое центральное место, где бы это все можно делать, вот. Ну, я говорю, я сейчас в процессе сравнения, смотрю в эту сторону, что там есть. Спасибо. Было еще озвучено неоднозначное, мне кажется, решение по айфрейму в качестве использования для подключения третьих сайтов на основном домене. Почему другие решения не были рассмотрены, то же самое стороннее API, которое просто получает данные, а интерфейс уже рисуется сам? Мне кажется, это все-таки более стратегические. Имеется в виду, что типа прям single page application, такой типа честно с JavaScript, мы ходим, или прям у нас есть свой бэкэнд, который ходит на чужой бэкэнд и обмениваться данными. Какой кейс имеется? Когда мы с client-сайда ходим, кто API? Может быть и single page. Или server-side-server-server. Может быть single page. Может быть на стороне сервера использования API. Вопрос в другом, то что если на своем сервере сделана логика, то ты можешь и ее менять, и UI также в твоих руках. Если на следующий день придет бизнес и скажет, а вот я хочу, чтобы вот это выглядело по-другому. Я понял вопрос, да. iFrame, во-первых, уже этого не даст, а во-вторых, мне кажется, архитектурный подход и по веб-стандартам, по-моему, iFrame не самый лучший. Ну, на самом деле, я тоже… Есть холивар. Ну да, в смысле тоже очень долго сам плевался на iFrame, типа фу-фу-фу, типа давайте от них уходить. А сейчас посмотрел, если готовить, ну, как будто можно. Вот отвечай на вопрос. Вы на решение, да? Да-да-да. Отвечай на вопрос, все-таки отвечу на вопрос. Отвечая на вопрос, во-первых, очень сильно зависит от модели интеграции. Если мы покупаем решение типа SIS, просто вот, не знаю, helpdesk один в один, ну, или что-нибудь там, тикет-система какая-то, вряд ли мы вообще подразумеваем, что у нас есть на нашей стороне разработка. И мы просто купили ее и интегрировали к себе. То есть так прозрачно для нас. Или это может быть, не знаю, система документ, документации, да, какой-нибудь и так далее. То есть, что мы ее просто интегрировали. Вот в этом кейсе я скорее про такие кейсы говорил. Если у нас есть возможности, мы считаем, что вот есть какая-то компания-субподрядчик, у нее сидит 20 человек, и мы у себя одного держим, который это может что-то подправить, подделать, то да, как бы в этом случае нормально приготовить какое-нибудь хорошее SPA или делать сервер-сервер, но это начинается вопрос, что мы у себя еще выделяем еще одну ставку разработчика, и он с этим работает как-то. Какой домен поддомен? Поддомен. Почему как бы поддомен нельзя просто так зафигачить? Проблемы с поддоменом. Во-первых, что когда ставятся куки wildcard, то есть был example.com, поставили часть, вообще правильно куку поставить вообще довольно сложно в браузер. Она как бы в разных браузерах с разным ведет, и можно про это поговорить. Во-первых, сейчас ставят wildcard, что куки отправляются, в том числе сессионные, на все поддомены. Находит XSS на поддомене, заламывают аккаунт юзера. Первая проблема. Вторая проблема, что поддомен может писать куки на основной домен. И он не может читать, но может писать, как бы, тоже проблема. Поэтому, ну и с точки зрения фишинга и так далее, если что-нибудь заломали, то есть поддомен может быть более такой трастовый. Скажем так, не то, что там прям категорически против. Наверное, если ты плюс-минус доверяешь, там нормальные, вроде свои люди, можно поддомен дать, да. Но если можно не давать, лучше и не давать. Есть еще вопросы? Вопросы с киви? Вопрос с привкусом киви. С привкусом. Да, да. Да, Серега, вопрос по поводу хранения ключей. Частный случай это вот хранение паролей. Как-нибудь решаете, думали, то есть стандартно, допустим, надо пароль подключения к базе данных. И предположим, окей, смотри, кейс, когда у тебя пароль скомпрометирован, тебе нужно ежемоментно поменять этот пароль в базе и поменять на 20 серверах с одновременным ребутом? Ну, вообще, это есть команда Карима. Вот, они основанием занимаются. Так что, мы, скажем так, занимаемся в плане, мы можем с точки зрения приложения это посмотреть, поддержать правильно, но это все равно больше админская часть. Да, то есть инфраструктурная безопасность у нас есть. То есть, коллеги сидят, не знаю, если вам есть что-то сказать по этому поводу с инфраструктурной безопасностью. Я вижу, что улыбаетесь. Карим? Нет, Карим уже ушел. Но я думаю, что мы можем, не знаю, пообщаться на эту тему, не знаю, за рамках этого доклада, да, за рамках именно… Вообще, да, это большой вопрос, который я тоже сейчас частенько смотрю, потому что действительно очень сложная задача и вопрос вообще с ключами, с конфигами и как это все вживую все перезагружать. Очень хороший вопрос, да. Наверное. Спасибо. Ну, давайте последний вопрос, если есть. Кажется, уже нет. А, есть. Вам нравятся картинки? Спасибо за доклад, Сергей. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к тому, чтобы, допустим, вот эти разные сайты, ну, допустим, какой-то не твой контент, который надо очень быстро разместить, размещать на том же сервере, например, запустить Apache под другим пользователем и обрезать право от души. Ну, я понимаю, что в рамках ограниченных ресурсов частенько так делают, когда ты не можешь там выделить. Я отношусь к этому не очень хорошо, потому что в последнее время ядерные эксплойты очень часто появляются в паблике за бесплатно. То есть, когда мы ограничиваем права, мы все равно ставим какой-то сэндбокс. То есть, мы считаем, что хакер заломился, ну, он там, типа, и будет сидеть. Но в реальности как будто бы можно считать, что это не такая большая задача, это не так дорого, и не так долго вылезти из этой песочницы, которая ты можешь там из подредельного юзера. Понятное дело, что мое утверждение абсолютно неверно по отношению к хостингам, да, то есть, хостинги так и живут, в принципе, все, как бы они настраивают такие песочницы к каждому и очень оперативно реагируют на все уязвимости, которые есть. Как раз вот к вопросу о первом докладе, да, как это делать. Ну, наверное, если прям есть желание, уверенность, что все будет апдейтиться вовремя и все будет классно сделано с этой точки зрения, это может быть основной бизнес, да, то есть, полеволю нужно будет сделано классно. Ну, это нормально, да, то есть, тут как бы другого варианта это нет. Но в реальности сейчас ресурсы настолько дешевые, ну, в плане прикупить оперативы, там, докупить жесткий диск стоит намного дешевле, чем настроить песочницу и ожидать угрозы взлома. То есть, именно с точки зрения такого бизнеса и проще доплатить, там, N тысяч рублей, чем заплатить безопаснику, не знаю, N тысяч рублей админу, чтобы они это настроили нормально. То есть, тут вопрос денег, я бы сказал бы даже, может быть, и больше нужно смотреть на эту сторону. То есть, зачем нам профессионалы, давайте возьмем ресурсы? Ну, в безопасности, может быть, когда ты можешь полностью изолировать, поставить соседний сервак изолированный, ну, наверное, может быть, да. Если нет такой возможности, конечно, наверное, придется с этим жить, но говорю, как я уже сказал, очень оперативно реагировать на любые угрозы, в том числе хорошие мониторинги. Спасибо. Спасибо большое. Сергей же, доклад. И время выбрать лучший вопрос. Про лучший вопрос, про лучший вопрос. Так, 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 я не запоминал что-то, блин. Да, да, да. Вопрос, вопрос, про СПА. Про СПА. Там задали вопрос, про СПА, если можно. Спасибо вам. Вторая футболка. Я думаю, у нас на этом все. Да, большое спасибо вам всем, что пришли. Спасибо всем. Ставьте лайки нам на YouTube, наши трансляции. Приходите в сообщество, на Facebook. Да. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.